почему ты подумал про себя плохо почему самодостаточные люди здоровой самокритик очень удобно она невидима окружающим чем ниже у человека уровень интеллектуального развития тем меньше он заморачивается что с ним что-то не так и все он прекрасен опросы показывают средняя женщина критикует себя примерно 8 раз в день некоторые считают что мужчины это делают даже чаще и вроде бы здоровая критика и самоанализ это хорошо но чрезмерное обвинение себя ничем хорошим не заканчивается чем опасно самобичевание как от него избавиться узнаем у психолога константина иванова здравствуйте константин здравствуйте и снова рада вас приветствовать в нашей студии когда готовилась к программе задумалась над этой темой самокритика это же хорошо все люди критикуют себя и мне кажется как раз это здоровое отношение к себе когда у человека присутствует самокритика а есть самое бичевание когда немножечко перекос происходит вот где грань между этими двумя понятиями да действительно очень похожие слова самокритика самобичевание многие мне кажется думать что это вообще все одинаковое на самом же деле самокритика она конструктивно как правило а самобичевание не конструктивно а я думала как допустим самокритика это когда один раз в день а самобичевание это когда 10 раз в день нет ну да это можно так и сказать что самокритика это работа над ошибками так я ошибся как сделать так чтобы такое больше в моей жизни не повторялось или что мне нужно сделать для того чтобы получить вот этот результат самобичевание действительно это как заезженная пластинка из такой термин крутится 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 или жвачка мыслительная и человек вместо того чтобы думать о своем развитии занимается как раз очернением себя сам же откуда это берется я вот читала что самокритика у ребенка берется только формируется только к 12 годам не знаю насколько это правильно с точки зрения профессионального психолога но все-таки это из детства или откуда это все из детства это все повлияли наши родители они могли либо например нас хвалить только за значимые какие-то наши так сказать победы достижения ну например я нарисовал маме рисунок мама сказал ну хорошо а вот если я победил на конкурсе с этим рисунком вот тогда мама скажет сынок ты молодец либо также наши родители это большинство родителей делают сравнивают с другими сын маминой подруги самый такой классный термин мне он очень нравится и вот это тоже может повлиять и также конечно же особенно влияя тогда когда родители вечно недовольны своим ребенком чтобы ребенок не сделал все вот этого недостаточно ты должен сделать лучше больше и все это соответственно дальше влияние какое почему самобичеванием люди вообще занимаются потому что это способ удерживать маму и папу все время рядом психологически меня мама ругала меня папа ругал и когда сам себя ругаю как они как будто рядом как будто бы рядом все в порядке это та атмосфера для ребенка вот любовь родителей она ну какая она есть такая любовь вспоминаем да когда детей из неблагополучных семей забирают они плачут они не хотят даже от самых там деструктивных родителей уходить чтобы их забирали я как обычно вышла на улицу поговорила с людьми спросила их как часто они критикуют себя и не переходят ли они грань вот не занимаются ли самобичеванием спойлер не занимаются признаются они давайте сначала посмотрим а потом обсудим вы себя часто критикуете да часто критикую но мне кажется это хорошо потому что это помогает развиваться так что я не вижу в этом ничего плохого например что вы в себе что вам не нравится в себе что вы критикуете какое-то время не нравился внешний вид когда-то мое отношение к людям и это помогало мне развиваться меняться и становиться лучше я по знаку зодиака сам себя могу критиковать другим не даю что вы в себе критикуете внешность характер но это вам мешает жить или нет нет все можно исправить над всем можно работать вы когда-нибудь критикуете себя за что-то ну конечно я оцениваю свои поступки чтобы я могла сделать здесь скорее анализ то есть анализирую работу над ошибками провожу но самобичеванием не занимаюсь тратить свою жизнь на такие мелочи то ты не будешь жить ты будешь существовать я считаю что жить нужно сегодня этим днем ты такой какой ты есть и ну нет плохих людей есть как говорится вот мне очень нравится фраза одна я не помню где я прочитал если тебе не нравится ситуация поменяй отношение к ней если ты не можешь изменить свою внешность поменяй отношение к себе нужно любить себя и я ну как бы не вижу здесь ничего такого жизнь одна нужно ее жить и жить надо в удовольствие ну бывает конечно за что например ну за какие-то свои ошибки которые совершаю ну как вы думаете у вас это конструктивное чувство или деструктивно оно мешает вам немножко да я думаю не мешает мне я думаю что у каждого самокритика она в какой-то степени присутствует сейчас я стараюсь искать гармонию чтобы это не доходило как раз таки до самобичевания лучше себя никого нету на самом деле нужно себя любить если ты себя не полюбишь тебя никто не полюбит вы как психолог должны наверное порадоваться вот да я радуюсь посмотрите какие все самодостаточные люди со здоровой самокритикой это очень хорошо я думаю здесь влияние оказывает то что все таки психология пробивается через какие-то вот источники да через видео хостинги в социальных сетях ну сейчас много психологов да ведут свои страницы и вот слушая ответы правда верю каждому из них кто говорил про себя что не критикует а вообще самобичеванием занимаются больше мужчины или женщины или люди какого возраста я думаю что здесь не влияет гендер я думаю что здесь влияет именно какие были родители у этого человека в каких условиях он воспитывался это не только могут быть родители в том числе это может быть буллинг в классе это может быть также ну допустим дворовая какая-то компания которая не принимала этого ребенка и это тоже в том числе влияет на будущее человека впоследствии будет ли он заниматься самобичеванием есть еще такие люди я таких людей встречала которые не только занимаются самобичеванием но транслируют активно это окружающим вот зачем они это делают ну это самая популярная манипуляция для того чтобы получить отрицание нет ты не такой ну например самый распространенный пример что-то я поправился да не 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 ты нормально выглядишь ты хорошо выглядишь да действительно хорошо выгляжу да ну ладно спасибо то есть человек таким образом напрашивается на комплимент ну естественно он ожидает вот это подпитывание себя в роли жертвы да действительно ну например тебе там нужно поработать да это может быть вообще с чем угодно связано например я вот подал резюме там десятки компаний никуда не взяли у тебя там все получится ли там действительно вот они плохие люди что не обращают на тебя внимание таким образом человек получает поддержку которую не может запросить напрямую у человека я еще когда с коллегами обсуждала прозвучало мнение что к самокритике к самобичеванию даже склонны интеллектуалы то есть чем ниже у человека уровень интеллектуального развития тем меньше он заморачивается что с ним что-то не так это действительно так я знаю что я ничего не знаю я правда завидую некоторым людям я как-то здесь со знакомыми разговаривал на эту тему насколько вот ты анализируешь некоторые говорят я не анализирую ну вот как так и для меня это загадка как так человек может вот легко допустим отпускать какие-то ситуации это очень в принципе хорошо но опять же минус в том что это уровень инфузории туфельки может быть ну я в своей жизни только один раз встречала человека который абсолютно был не склонен к самокритике он считал искренне постоянно считал себя венцом создания творения почти или этот Панасенков или как там да который маэстро нет это обычный молодой человек и у меня всегда возникало ощущение что вот он с этим родился то есть что с ним как его так воспитывали родители что так получилось но у нас всех более-менее как-то хорошо воспитывали и все равно мы все самокритичны а у него это чувство отсутствует вот насколько это нормально вообще когда у человека отсутствует самокритика нужно проанализировать это возможно является его самозащитой которую он сам себе сформировал придумал сам себе переписал сценарий так сказать своей судьбы и все он прекрасен и он взял это за истину это ведь это ему не мешает жить если не мешает жить то это прекрасно не стоит даже трогать его но если это потом приведет его какой-то катастрофе например он встретит девушку которая ему откажет с такой же самооценкой как у него и он возможно не сможет это пережить то есть все вот его эти фантазии в один миг просто или розовые очки могут разбиться стеклами внутрь и все и тогда нужно этого человека было спасать если у вас какой-то тест чтобы мы что смогли проверить если у нас склонность к самообичеванию да тест есть из трех вопросов и первый вопрос задам такой можно ли сказать про вас что иногда вы чувствуете себя бесполезно да или нет отвечаем второй вопрос вы часто бываете недовольны своей судьбой да или нет и третий вопрос в детстве ваши родители чаще вас ругали чем хвалили вспомните свое детство и ответьте чаще ли вас ругали да или нет так давайте ответ да если три да соответственно или два да то здесь нужно проанализировать склонность к самобичеванию и вообще откуда пошел этот термин самобичевание давайте обратимся к истокам давайте самобичевание в древней Руси это был способ такой религиозного наказания самого себя за какие-то поступки например за даже в том числе за радость жизни это причинение опять же именно физических увечий и вот только в современном мире это перешло уже из самофизического причинения себе вреда психологическое почему потому что оно очень удобно оно невидимо окружающим вот все таки прежде чем перейти к советам и уже говорить о том как избавиться от самобичевания мне еще хочется понять все равно критерии вот признаки того что у тебя есть ты занимаешься самобичеванием все таки ты слишком часто это делаешь слишком много ты говоришь какие-то определенные слова сам себе или о себе каким-то другим людям как это проявляется это можно провести анализ своих мыслей не зря есть дневники чувств и вообще посмотреть о чем мы думаем в течение всего дня и любой человек скажет точно ну у него самобичевание происходит этот процесс или нет потому что мыслительная жвачка он все время думает он сразу же вспомнит что да я склонен к тому чтобы обесценивать себя ну то есть надо в течение дня писать вот пришла я жирная да ты себе ты записал это да посмотрел в зеркало подумал про себя плохо записал а почему ты подумал про себя плохо почему ведь можно подумать так ммм если я например имею лишний вес надо бы купить абонемент в спортзал вот какая мысль вот отличие понимаете здесь вердикт а здесь сразу же инструмент для того чтобы этот вердикт превратить в свое достоинство так ну мы с вами уже начали да раздавать советы давайте сейчас прервемся и потом еще расскажем как избавиться от самобичевания у этого все хорошо у этого все хорошо а у меня то как то не так чей там голос мамин папин одноклассников чего 50 качеств да у меня столько нет а потом ну как то не по себе становится и ты не можешь связать одно с другим нужно избавиться от тех кто о тебе плохо говорит так вот про самобичевание лечится это или нет можно от этого избавиться конечно это очень легко от этого избавиться обратившись к специалисту то есть самый первый совет это пойти к специалисту самый быстрый совет самый вообще первый совет это найти ну с помощью опять же это специалиста Нужно найти вот этого внутреннего критика, чьим голосом он разговаривает Как правило, это не сам человек эти мысли себе транслирует Это чей-то голос Надо послушать себя, чей там голос, мамин, папин, одноклассников Да, но человек не может это сделать самостоятельно Это как вот в бессознательное уходит И дальше хвалить себя Самый простой метод самопомощи Вместо того, чтобы себя ругать, нужно начать себя хвалить Для этого нужно завести себе тетрадь своих комплиментов Своих комплиментов, которые ты говоришь самому себе Отыскать, откопать, как золото Каждый день записывать о себе что-то хорошее Да, это когда мои клиенты приходят на сеанс Я говорю, скажи 50 положительных качеств о себе Чего 50 качеств? Да у меня столько нет А скажи 50 отрицательных качеств о себе Все, просто с первого, так сказать, дубля С первой секунды они начинают говорить Эти качества, конечно, 50 они не наберут Они будут там где-то после 10 уже буксовать Но это намного сразу же легче Это определяется Какое было воспитание у этого конкретного человека Есть клиенты, которые приходят и действительно 50 качеств они начинают называть, стараться про себя что-то хорошее И это радует Но это, опять же, мне кажется, какие-то извне То есть, когда я говорю про себя Я ответственная Наверное, не потому что я так считаю А потому что мне об этом кто-то говорит Ну это какие-то тоже Ну в том числе, конечно, да Но мы же живем в социуме И в том числе наша самооценка Она все равно подвержена там внешнему влиянию Если нам Конечно же еще на самобичевание, как раз хотел сказать Влияет наше окружение Нужно Избавиться от тех, кто о тебе плохо говорит Да Грубо избавиться Но только не физическим путем А именно ограничить общение Проанализировать Что, какую информацию именно этот человек тебе говорит Что он тебе больше говорит Комплиментов или недостатков Потому что недостатков можно сказать очень по-разному Моя любимая критика это плюс, минус, плюс Говоришь сначала положительное Потом над чем нужно поработать человеку А потом все, конечно же, как специи Посыпаешь опять же плюсиком своим Так, какие еще советы? Так, если, конечно же, вот как раз я говорю Вести дневник, да, для того, чтобы отслеживать Очень многие люди ленятся, не хотят Дальше спросить вообще у себя Откуда у меня такие требования? Кто вообще, где они прописаны? Где конкретно написано, что я Я должен выглядеть вот так Или я должен быть вот таким Или я должен учиться в этом заведении Или я должен работать на этой работе Где кто-то вообще придумал? Ты сам же себе это придумал Но если ты сам себе придумал это То ты можешь придумать себе другое Но, как правило, это, естественно, родители Это родители, конечно Это родительские ожидания Где ребенок должен Кем он должен работать в дальнейшем Конечно Как он должен выглядеть Чтобы оправдывать их ожидания Я хочу еще поговорить о современном драйвере И катализаторе самобичевания Это социальные сети И красивые картинки, которые мы смотрим Зато успешный успех Да Мы можем быть, да, в плохом настроении Но сфотографировать себя так Что у нас в жизни все хорошо И люди будут думать, что у нас в жизни все хорошо И, естественно, это как запускает некую цепочку Человек смотрит и думает У этого все хорошо У этого все хорошо А у меня-то как-то не так И начинает запускаться процесс самобичевания Ой, я вот, да, видел такой совет распространенный Что надо отписаться от всех успешных людей Да, если они на тебя на данный момент влияют Больше дают тебе отрицательных эмоций Чем положительных Это же может быть бедсознательно Ты вот листаешь эту ленту И такой, о, какие все красивые Женщины ухоженные, мужчины богатые А потом как-то не по себе становится И ты не можешь связать одно с другим Да, и мы можем посмотреть эти комментарии Которые люди пишут как раз К постам успешных людей И мы видим, что там льется много грязи Для чего? Для того, чтобы человек таким образом Проявляет самозащиту Ты плохой, я хороший Есть много советов в интернете Как повысить самооценку Избавиться от самокритики, самобичевания Очень много каких-то общих советов На тему не ругай себя Люби себя, принимай себя таким, какой есть Есть прям практические советы Вот один из таких советов Давайте послушаем Давайте Давай, вставай, иди к зеркалу И принимай позы уверенного Самобичеванием нестрадающего человека Повеселись от души Как он стоит, как говорит, как двигается Поиграй с отражением Практикуй чаще, начнешь применять и в жизни Как вам такой совет? Радуйся жизни, улыбайся И все будет хорошо Вот это мне это напомнило Она не рассказала, каким образом и как Человеку трудно встать Прими позу уверенного человека У меня есть, например, на эту тему видео Позу уверенного человека Они действительно помогают Потому что физика и химия связаны очень плотно Доказано, что если человек начинает, например, даже носить более дорогие вещи То у него действительно улучшается самооценка Поэтому к этому видео я добавил бы больше практики А вот, кстати, нужно не транслировать про себя Какие-то плохие мысли, вещи Людям, подружкам рассказывать Мужу Что-то там про свой лишний вес Про какие-то свои недостатки А я вас спрошу Какую бы вы стали радиостанцию слушать? Где говорят, например, о том Какой человек Что человек, существо неидеальное Или где рассказывали о плюсах человека Про неидеального интереснее Да? А я бы стал, например, о плюсах Вам просто через какой-то момент Вам бы надоело Вы бы в один момент Поняли, как это сильно влияет на ваше настроение Вот я, например, за то, чтобы Также говорили о нашей стране Больше положительного Потому что у нас больше информационное поле Поступает отрицательной информацией Но сейчас действительно я вижу, что все больше положительного Есть источники, которые именно рассказывают о том Что мы вообще производим как страна Вот, кстати, мы с вами все говорим Когда человек занимается самокритикой Самообичеванием Это как будто бы какие-то Ну, придуманные им самим же параметры А бывает ведь, что человек Ну, правда Неправильно себя ведет Или действительно он в чем-то виноват Грубо говоря, когда он ругает себя за дело Это нормально? И себя критиковать в такой ситуации? Да, если это какой-то самоанализ Я вот поступил таким образом Надо в следующий раз поступлю Это нормально Он таким образом Просто как вот философ излагает мысли во внешний мир Как это такое рассуждение вслух Вспоминая Жириновского, помните Я веду себя так, как считаю нужным В принципе, это вот пример человек Который как будто бы не подвержен вообще самокритике И в принципе, смотрите, ему это никогда не мешало Выступать на очень многих площадках И его за это ценили Я бы еще хотел затронуть очень опасный момент Для людей, кто страдает самобичеванием Это то, что такие люди подвержены манипуляции со стороны других Они настолько сконцентрированы на том Какие они неидеальные, неправильные Что как только в их жизни появляется человек Который говорит, я вижу в тебе кучу возможностей Ты посмотри только на себя Все, человек вот как завораженный Идет, как ребеночек, да, ручки за шоколадкой Вытянул и идет И такой человек может попасть на какой-то опасный тренинг Купить что-то ненужное для него Какую-то дорогостоящую покупку совершить Это вот женщины, которые покупали наборы косметики В кредит по бешеным ценам Помните, да, была такая афера, так сказать И еще, конечно же, человек может просто уйти в секту И пропасть Что еще можно сделать здесь и сейчас Сегодня нашим зрителям Мне, чтобы избавиться от нездоровой самокритики Я хочу сказать сначала вот опасность самобичевания в том Что в какой-то момент оно может приносить удовольствие даже человеку Потому что, ну, он ругает себя Комфортная вот эта вот атмосфера Роль жертвы, все классно, пожалел Но это может привести к алкоголизму Это самый распространенный вот алкоголизм То есть он пытается заглушить вот этот вот голос в своей голове Да, конечно, конечно И депрессии в дальнейшем Идите к психологу, если вы понимаете, что вы жуете мыслительную жвачку Если психолог хороший, вы с первого уже сеанса почувствуете изменения У вас сменится как раз курсор вот этих мыслей Вы поймете, что действительно вы стали более конструктивно думать, размышлять Ну или можно не идти к психологу Можно как раз заниматься дома и смотреть видео на любом хостинге Ох, как сложно жить эту жизнь Мне вообще непонятно Вот, самобичевание А я такое говорю, а жить легко, жить хорошо Конечно, жить трудно, но трудности нас закаляют и делают нас сильнее В общем, всем желаем здоровой самооценки И не заниматься вот этим пагубным делом, самобичеванием Да